О, в общем мы сейчас находимся в городе Герои Нижнекамский, вот ради кого мы приехали, да? Действительно такой уникальный и, наверное, пожалуй, самый стильный проект в России среди велозвука. Наконец-таки я его вижу. Блин, это просто, ну, это реально что-то нереальное. Я, конечно, выбрал супер время года для обзора данного проекта, но просто посмотрите, жесть. Короче, скажи, как относятся вообще жильцы дома? Ты, наверное, во дворе не включаешь его, да? Ну его нафиг, а за то. Короче, давай его на детскую площадку откатим, там поставим и ты сам расскажешь, что у тебя стоит. Ладно. Он, короче, со стороны смотрится реально как мотоцикл. Это не велик, это просто жесть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Обзор своего проекта, потому что, ну, кто если, кому если не тебе. Скажи, как вообще пришла идея в голову? Ты все это сам придумал, как это будет реализовано? Либо смотрел на что-то, ориентировался? Я ориентировался на многие велики в России. Ну, задача твоя состояла в том, что сделать круче, чем у всех остальных, да? Да. Ну, расскажи по системе, что у тебя стоит, сколько пар, какие усилители, что по питанию вообще? Ну, по питанию секция лития-титаната 30 ампер. Источником звука является плеер Hi-Fi Sony Walkman NW-A55. И получается усилитель на все это AB 1500.1D и динамики апокалипсиса AP M61 SL. А пищалки AP T25 NW. Только вдумайтесь, в велике стоит титанат на питании. И давай посмотрим, как это... Всю лепнину, вот этот, получается, подиум, как это все... Это ты все сам делал, да? Я, честно говоря, если у тебя в 16 лет вот такой проект, я не представляю, что будет, когда у тебя будет тачка. То есть, я обращаю внимание на то, что парню 16 лет, он все делал своими руками и на качество изготовления. То есть, я в некоторые студии приезжаю, у них подиумы, блин, так четко не сделаны. Все в идеале. Это реально велосипед, как выставочный образец. Это титанат, посмотрите. Просто вот все в змейке. Вот этот титанат раскидан по задней вилке, да? Да. По задней вилке, и выглядит это нереально. Короче, я реально в шоке. Я видел это на фотографиях, я удивлялся проекту. Но когда это все вживую, я не предполагал, что обычно смотришь на фотографии, и на фотографиях все всегда лучше, чем в жизни, да, по факту? Здесь я подошел, посмотрел качество исполнения абсолютно всего. Вот это что у тебя? Там он спрятан балансир. Балансир. На чеканат. Короче, балансир. Потому что многие автозвуки вообще без балансиров собирают. Вот понимаете, насколько продумана вся аудиосистема? Вот здесь, расскажи, вот эти кнопочки, это USB, ты вставляешь, получается, ну, флешечку, чтобы прослушать. Вольтметр есть. Это USB-зарядка для телефона. USB-зарядка для телефона дополнительно. А вот эти кнопки за что отвечают? Эта кнопка отвечает за включение усилителя, апокалипсиса B1500.1D. Это просто пока что на запас. Это включают дневные ходовые огни, ну, светодиодные балки. Дневные ходовые. Это, я не знаю, у меня, ну, слов реально нет. Интересует информация, вот вообще, давай теперь по бюджету пройдемся. За сколько ты взял сам байк? Сам велосипед я взял на Авито за 7500. Вот это за 7500 он выглядит теперь, вот действительно, со стороны это не велосипед. По автозвуку, сколько здесь вложено денег? Ну, я посчитал, примерно ушло в районе 70000 и более, без учета велосипеда. Без учета велика. Ну, а по факту, я не знаю, если какая-нибудь студия сделала что-то подобное, да, такой велосипед, сколько вообще реально денег можно просить за подобный проект? Сколько ты вообще оценил бы собрать, ну, похожий велосипед денег? Ну, вдруг тебе, прикинь, пойдут заказывать, ну, хочу такой же велик, собери мне. Ну, если именно такой же прям собирать, ну, от 150, скорее всего. От 150 тысяч? Да. Мамкин бизнесмен у нас растет. Не, ну, это реально такая работа в любой основной студии будет стоить очень много. Это реально все круто. Все эксклюзивно, все максимально продумано. Понятное дело, что зимой мы сейчас не покатаемся. Это, прежде всего, проект для лета. Усилитель, кстати, почему я говорю, что он выглядит как мотоцикл, усилитель напоминает, как намоток и радиатор. Я его собирал примерно год. Ну, если я суммарно посчитать, примерно 4-5 месяцев ушло на постройку велосипеда. На изготовление подиумов ушло больше двух месяцев. Только чтобы установить балансир и грамотно это все подключить и сделать так, чтобы это было не особо заметно и ушло больше месяца. Кижнекамский настолько суровый, ребята. Вон еще один велосипедист поехал. В общем, мы, ну, извините, конечно, но ненадолго включим данный велосипед. Все, про одном она AUX втыкается в телефончик. И, пожалуйста, аудиосистема готова. И по блютусу, да, ты говоришь, она, короче, играет? Нет, по блютусу не играет. У нас для качества воспроизведения и для компактности есть специально Волхман MP3 плеер. Ну, и врубай, что-нибудь интереснее, короче. Вообще, какие жанры музыки слушаешь? Абсолютно любые, которые понравятся. Абсолютно любые, которые понравятся. Абсолютно любые, которые понравятся. Абсолютно любые, которые понравятся. Рекс, шоути, you coming up fast. Show me what come of that ass, yeah. По прослушиваниям. Короче, подошел человек, ему сразу не понравился наш громкий звук. По факту, по звуку я поражен, насколько это качественно играет. У тебя как это реализовано? То есть здесь это закрытые объемы, да, поэтому это так прикольно играет и качественно. С каждой стороны закрытый объем. Динамики с каждой стороны, получается, разделены. И у них нет общего объема. Каждая сторона в отдельном объеме получается. Каждая сторона в отдельном объеме. Вот что самое главное. Потому что по характеру звука, что я заметил, прикольный панч. Очень низко играют, забирают сервесты. Максимально качественно, без каких-либо искажений. Сейчас мы, понятное дело, не включали в супер-супер-супер громкость. Но, тем не менее, если сравнить с большинство тачками, то есть у большинства фронт не играет и с такой громкостью, и с таким качеством. То есть максимально крутецкий подход вот к данному проекту во всех направлениях. Что по дизайну велосипеда, что по качеству исполнения, по качестве сборки. То есть все максимально продумано, все собрано. Не к чему, по факту реально не к чему придраться. Велик, короче, собран как лучшие дымокары, которые есть в России. Тебе огромное спасибо за предоставленный велосипед. Реально меня удивил. Ну, я думаю, вы согласитесь. Вот этот велик самый бомбовый, что есть в России. И по громкости, и по качеству звучания, то есть по балансу всему, и по внешнему виду, соответственно. Ты нереальный красавчик. Спасибо тебе за велик. И вы обязательно на Марселя подпишитесь. Марсель 2805. Потому что вот такие самородки из Нижнекамска причем. Собирают вот такие действительно крутые вещи. Мы с Марселем оказывается... Бойбойк в России. I'm on a f*** now. Can't get a pass now. I'm a cash cow. Keeping it brash now. It's trash now. I'm a spaz out. I've been killing my loads. And living on highs. You see in the skies the proof. You can just see in my eyes. There is no lies. I can't disguise the truth. I've been duck dog. It's f***ing my new merch. Color duck sauce. On the new couch with my chucks on. Субтитры сделал DimaTorzok